Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Она мертвая. В нашем документальном сериале мы расскажем не о расследовании преступлений, а о том, почему эти преступления стали возможны. По рассказам свидетелей, мы восстановили последние дни и часы из жизни жертв преступлений. Все, что вы увидите, это реконструкция реальных событий. Имена и фамилии изменены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция реальных событий. Из протокола осмотра места происшествия обнаружен труп Титовой Маргариты Львовны, 48 лет, владелица брачного агентства «Счастливый случай», разведенный, без признаков насильственной смерти. В результате первичного осмотра трупа судебным медикам причина смерти не установлена. С места происшествия изъята подарочная коробка и змея вида из кулапов полос семейства ужеобразных. Год назад Маргарита приняла на работу в свое брачное агентство Илью. Официально он числился менеджером. На деле же Илья был подставным женихом для богатых клиенток Маргариты. Наверное, рыдала, когда ты ее отшил? Да нет, держалась мужественно. Она ведь надеется, что ты ей очередного жениха подгонишь. Ага, она думает, что я волшебница. У меня в агентстве стоит очередь из мужчин за невестами за 40. Только вот дяденькам нужны помоложе, стройненькие девочки до 30. Ну не всем. Шпагин Илья Дмитриевич, 38 лет, менеджер брачного агентства «Счастливый случай». Состоял с жертвой в интимных отношениях. Привлекается в качестве подозреваемого. Таких, как ты, кот наплакал. И то все разобраны. Так что приходится играть в спектакль. Маргоша, ну сколько я буду ублажать твоих клиенток, изображая себя благородного вдовца, мечтающего обзавестись семьей. Ну надоело, правда. Хватит ныть. Где ты еще такую работу найдешь? Гулять в парк, в кафешках. Пойдем. Эти эту новую красавицу покажу. В соответствии с договором, Маргарита была обязана предоставить клиентке двух женихов. Если ни один из них клиенткой не заинтересовался, Маргарита ответственности не несла и гонорар за оказанные услуги не возвращала. Илья был одним из тех, кто никогда не интересовался клиентками и расставался с ними после пары свиданий. Нужен солидный, состоявшийся мужчина, без материальных и жилищных проблем. Тестирование она уже прошла. И подсунула пару зачуханных мужичков из интернета. Она, конечно, от них отказалась. У тебя все как по нотам. Естественно. Поэтому она с радостью договор на элитного жениха уже подписала и денежку занесла. Так что теперь твой коронный выход. Пара-тройка свиданий, и ты абсолютно свободен. Доброе утро, Маргарита Львовна. А ты подготовила, о чем тебя просила? Конечно, Маргарита Львовна. Так, вот тут анкета, результат психологического теста и фотографии нашей новой клиентки. Белая Софья Петровна, 22 года. Секретарь-референт в брачном агентстве «Счастливый случай». Не замужем. Привлекается в качестве подозреваемой. Кайфифа. Ну, глянь-ка. Дом, деньги, машина. В глазах тоскень. Ничего удивительного. Мужиков вокруг нормальных нет, одни замухрышки. На нас одна надежда. Раскрутила ее на 200 тысяч. Ой. Ой. Чего? Чего? Там. Чувствуешь воды налив? А? Может, скорую вызвать? Не-не-не, не надо. Сейчас пройдет. Я тоже испугался, когда первый раз такой приступ увидел. Это герпетофобия. Что? Боязнь всех этих гадов. Змеи, ящериц. Ей в школе мальчишке в портфель лужа подбросили. Ну, с тех пор. Это ерунда. За сердце так прихватывает. Никогда б не подумала. Маргарита Львовна такая сильная женщина. Тут приступ просто от фото. Давай ее в комитет переведем. Помоги. Ты чего вылупилась? Кофе принеси. Да-да, Илья Дмитриевич, я сейчас. Я быстро. Меня так возбуждаешь, как ты беззащитная. Ай, перестань. Вдруг Соня сейчас войдет. Ой, ой, ой. Да ну я же вам сказала, подождите в приемной. В чем дело? Соня, ты что здесь проходной двор устроила? А что, со мной встреча назначена? Так вы еще и любовники? А как же ты мне его сватала? Решили, что кинули меня на сто тысяч рублей. И это вам с рук зайдет? Татьяна. Ну насильно мил не будешь. Я же прям все объяснил. Вы не то, что я искал. А она значит то. А я ведь навела тебе справки. И никакой ты не врач-кардиолог. И не ищешь ты вторую половинку. Обманываешь ты порядочных женщин. Вместе со своей начальницей. Что значит обманываешь? Вам услугу по подбору анхет предоставили. Встречи организовали. Кто виноват в том, что никто из мужчин на вас не клюнул? Ты не хами. А что, правду слушать неудобно? В договоре четко прописано, что независимо от результата, деньги не возвращаются и претензии не принимаются. Покиньте, пожалуйста, помещение, что ты стоишь. Татьяна, давайте на выход. Нет, если ты думаешь, что так просто от меня делаешься, ты ошибаешься. Татьяна, договор есть договор. Вы ничего не докажете. Вы еще не знаете, с кем связались. Ты думаешь, мне деньги твои нужны? Ты мне в душу плюнула. Ты заплатишь в два раза больше. Или сдохнешь. Соломатина Татьяна Евгеньевна, 50 лет, вдова, клиентка брачного агентства «Счастливый случай». Привлекается в качестве подозреваемой. Что стоишь? Проводи ее до выхода. И чтобы такого больше не повторялось. Курица, ты зачем только в приемную посаженную дверь за собой закрой? Придя домой, Маргарита рассказала сыну о скандале на работе. Но Антон равнодушно выслушал ее рассказ. Угу. Да оторви ты от своего телефона. Ты вообще понял, что произошло? Да понял, конечно. Ты поцапалась с клиенткой. Я сочувствую. Может быть, ты мне посоветуешь, что мне делать? И как мне успокоить эту скандалистку? Она такую волну подняла. Справедливо ж подняла. Ну, мадам хотела счастливой семейной жизни. А тут ее киданули на бабос. Ее даже жалко. Интересно, сколько еще таких одиноких теток ты киданул? Подумайте, какой сердобольный. Да этим ботоксным коровам деньги и время девать некуда. А я и жизнь событиями наполняю. Спасибо мне должны сказать. За следующий раз к тебе крутые братки придут спасибо говорить. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Спокойной ночи, сочувствующий ты мой. Мам, дай мне сегодня пятерочку. Мы с ребятами в клуб хотели сходить. Пятерочку, пятерочку. Пятерочку, пятерочку. Я думаю, твой будет достаточно на пару коктейлей. Ты что, ты не знаешь, какие сейчас цены? Ну, этого мало. Я же тебя скромно прошу. Я совсем обнаглел. Меня осуждаешь? Как деньги нужны, так мать вынь да положь. Ну, чего вы всех родители, как родители. Нормально, просто так бабки дают. Мне у тебя приходится мелочь выпрашивать. Да, никаких проблем. Присоединяйся к работе моей компании. А если совесть не позволяет, найди, где честно заработать. Денег на свои клубы, концерты, поездки к морю. Я тебя спонсировать больше не собираюсь. А мне не надо. Я сам справлюсь. И ты не забывай, я кое-что знаю про твои темные делишки. А вот это уже на приличное бабло может подтянуть. Титов Антон Максимович. 27 лет. Холост. Безработный. Сын жертвы. Привлекается в качестве подозреваемого. Так ты меня шантажируешь. Спасибо. Дождалась благодарности от собственного сына. После разговора с сыном Маргарита приехала на работу взвинченная. Однако Илья помог ей прийти в себя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Не тараторь. С той на месте мы сейчас спустимся. Соня звонила. Пошли быстро во двор спустимся. Там что-то с моей машиной случилось. Ну и что там могло случиться? Это все не паникерша. Пусти. Я увидела, как двое в масках разрисовывают вашу машину, и я к ним кинулась, и мне досталось. Начались военные действия. Знаете, что написано? Скоро сдохнешь, тварь. Полицию вызывать? Какая полиция? С ума сошла? Приведи себя в порядок. На сегодня свободно. Ну что, кто-то на замке держала. Конечно, богатителю лозу. Четко отделали. Профи. Надо бы в страховую позвонить. Может компенсируют без справки из ГИБДД. А то я без тебя не знаю, умник, кому звонить. Видишь, это Татьяна не просто так угрожала. Она ведь на этом не остановится. Помолчи. Вот только дурацких прогнозов твоих не хватает. Алло. Ну что, мразь, прочитала? Готовь себе место на кладбище. Послушай, ты! Вот уроды. Смотри. Они ведь реально убить могут. Бесполезно, дома отмоешься. За такие опасные условия труда мне надо доплачивать. Как я домой пойду? На, вызовешь такси. О доплатах даже и не думай. Я тебе и так достаточно плачу. А не нравится? Муж увольняться. У нас незаменимых нет. Гадина! Вернувшись домой, Маргарита рассказала сыну об инциденте с ее машиной и Соней. Антон неожиданно для Маргариты разволновался. Нужно срочно вернуть деньги этой тетке. Он же, Соня, пострадал от твоей жадности. Машина – это только начало. Что за истерика? Это вообще на тебя не похоже. Ты за кого так распереживался-то? Нас всех перебьют по очереди. Алло. Марго, я возвращался из автосервиса. Меня избили. Двое в масках. Просили передать, что если мы не вернем деньги, то все будет еще хуже. Мне кажется, плечо выбили. Быстро. В травмпункт. Вдруг это перелом. Перезвони мне, когда от врача выйдешь. Марго, ты понимаешь, что это уже не шутки? Били по лицу, хотели изуродовать. Хорошо, рядом какая-то машина проезжала. Эти гады смылись. На завтрашнее свидание срочно ищи мне замену. Ладно, я как-нибудь выкручусь. Перезвони мне обязательно. Ну, у тебя и язык, накаркал таки. Илья не может завтра с клиенткой на свидание пойти. Сыночка. А может, ты завтра заменишь Илюшу на свидание? Ну, кого я до завтра найду, а? Нет. Нет, я не могу. Я не хотел тебе сейчас говорить. Ну, ладно, ты все равно узнаешь. Я женюсь на Соне. Она офигеет, если узнает, что я куда-то там на свидание с какой-то теткой пошел. Что? Жениться не пойми на ком. Ты что, с ума сошел? Ты даже со мной не посоветовался. Когда вы успели спеться? Она всего месяц у меня работает. Мы с ней полгода встречаемся уже. Это я нашел ей место в нашей компании. В нашей компании? Ты ничего не перепутал? Это моя компания. Я тебя вообще до старости кормить не собираюсь. Может, ты сам начнешь наконец зарабатывать? Да мне ничего от тебя не надо. Ничего не надо? Отлично. Может быть, ты тогда и от наследства моего откажешься, когда я перейду в мир иной, а? Ты нас всех переживешь еще. Переживу? Отлично. А раз тебе не нужно мое наследство, и я завтра же напишу завещание на Илью. Да хоть на Трампа. И выйду за него замуж. Маргарита еле дождалась утра. После разговора с сыном она была в бешенстве. Ей хотелось уничтожить Соню. Решила с моего сына на себе женить, так что ли? На деньги на мои позарилась? За что вы, Маргарита Львовна? Мне ваши деньги не нужны. Я просто люблю Антона. Да не сходи с ума, какая любовь. Давай сделаем так. Я тебе дам денег много, а ты исчезнешь из нашей жизни. Надеюсь, два дня на раздумья тебе хватит. Подумай. Маргарита кипела от злости. Она понимала, что в сложившихся обстоятельствах может опереться только на Илью. Лошенка, педненький, как же? Как же тебе досталось-то? Ты ничего, отлежался уже легче. Обними меня. Может, ты неловкий? Завещание. Завещание. Я, Титова Маргарита Львовна, завещаю тот, и тот, и тот, и тот, и тот, Шпагину Илье Дмитриевич. Вот это да. Вот это жесть. Ты поняла, что я для тебя значу? Ну, ты очень-то не обольщайся по поводу этого документа. Я это все написала, чтобы попугать моего взорвавшегося сыночка, который собрался жениться на моей Соньке-секретарше. Я ему покажу и уничтожу. То есть, пока ты это не уничтожила? Если с тобой что-то случится, вот это все унаследую я. Ну, я же пока еще на старуху. Умирать не собираю. Если я тебя сейчас убью. Маргарита надеялась, что Антон образумится, увидев завещание. Но он проявил полное безразличие. Понятно. Понятно. Что ты ведешь себя, как мальчик-дурачок? С тобой по-другому никак. Почитай, убедись, что этот документ, а не филькина грамота. Все будет зависеть от твоего поведения. Я могу вот прямо сейчас это при тебе порвать, а могу сохранить. Отстань от меня со своим завещанием. Ты понимаешь, что со своей стервозностью ты всех нас переживешь. А мы с Соней женимся и плевала ей на твое бабло. Я тебе все равно не дам жениться на этой нищебродке. Только через мой труп. Илюшенька, а ты где? А приезжай ко мне сейчас. Надо поговорить. Марго, сейчас не могу. Ну ты что, забыла? У меня же задание. Иду на встречу с очередной невестой. Да она и так нервничает, что свидание пришлось перенести. Как закончишь, сразу ко мне, понял? Да. Все, целую. Как получится. Да, да, да. Значит, завещание заверено, и я единственный наследник. Но вы же видите, все точно. Дата, печать, подпись. Документ зарегистрирован в нашей нотариальной конторе. Имеет законную силу и действует, пока его не отменит заявитель. Спасибо. Обращайтесь. На следующий день Маргарита проснулась в ужасном настроении. Илья так и не приехал. Сын, который обычно спал до полудня, разбудил ее рано утром. Что происходит? Ты вот так рано собрался. Да выключи, да иду, дебильную музыку. Я переезжаю к Соне. То есть как, ты меня бросаешь в такой трудной ситуации накануне моего дня рождения? Для трудных ситуаций и радостных событий у тебя Илья есть. А я к Соне переезжаю, мы женимся и будем жить самостоятельно. Этого хотела? Ты издеваешься надо мной, да? Да я твою Соню лучше зацементирую, чем позволю вам пожениться. Если с Соней хоть что-нибудь случится, я тебя убью, ты поняла? Илья приехал к Маргарите за полночь с большим букетом цветов и поздравлениями с днем рождения. На какое-то время Маргарита забылась в сексе с ним. Кардиосидима. У тебя опять был сердечный приступ? Да, прихватила. Антон утром ушел жить к Соне. Напоследок таких гадостей наговорил, думает, мать вечная. Слушай, ты себя совсем до ручки довела? Ну сколько можно переживать из-за этого балбеса? Пусть живет как хочет. Дед. Знаешь, дело не только в сыне. Просто все было очень хорошо, потом стало очень плохо. Все совсем. Я не знаю, что с этим делать. Видение об этом думало. Что делать, что делать? Деньги отдать. Вот и все. Слушайте, что вы все заладили? Отдай, отдай. Да не буду я прогибаться перед этой дурой Татьяной. Одной отдашь, все узнают, разоримся. Это ты так говоришь, пока тебя где-нибудь в подворотне, как меня они избили. Марго. Лично я больше подставляться не собираюсь. Слушай, какой же ты все-таки трус, а? Забыл, кем ты был, пока я тебя не вытащила? Ну и что? Вали-ка ты отсюда. Пошел вон. Ведь пожалеешь. Наутро после ссоры с Ильей, Маргарита еле встала с постели. Она была зла на весь белый свет. Алло. Мам, привет. С днем рождения. Спасибо, сыночек. А я всю ночь проплакала. У меня был сердечный приступ. Мне так страшно было одной. А ты когда домой приедешь? Я на работу к тебе заеду. У меня есть для тебя подарок. На работу? Чтобы с Соней увидеться, ты часа без нее прожить не можешь. Не нужны мне никакие подарки. ты еще здесь, чтобы духу твоего тут не было. Да я сама собиралась уходить. Вон документы ваши хотела разобрать. ты уволена. И запомни, моего сына ты все равно не получишь. Никогда! Моего сыновья! Ты autonomца. А ты業 Прошло два часа. Непрерывные звонки с поздравлениями немного успокоили Маргариту. Кто? Что? Ой! Маргарита Львовна, что с вами? Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Что случилось? Чего-то кремилось. Она мертвая. Я не хотела ее убивать. Я хотела только напугать. Я не знала, что так получится. Да, девочка, ты попала. Но это же обыкновенный полос. Я думала, она таблеточку выпьет и успокоится. С днем рождения, гадюк. Получается, я богатый наследник. О, кто бы мог подумать. Следствием по делу об убийстве Титовой Маргариты Львовны установлено, что причиной смерти является остро возникшая ишемия миокарда, обусловленная коронароспазмом, повлекшая прекращение сердечной деятельности. Доказана прямая причинно-следственная связь наступления смерти и неосторожных действий Белой Софьи Петровны 1995 года рождения. Приговором районного городского суда города Москвы от 27 июня 2015 года Белая Софья Петровна осуждена по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение смерти по неосторожности к двум годам условно. Субтитры создавал DimaTorzok